Ну что ж, поехали! Для тех, кто впервые, меня зовут Макс Хиггер, может быть такие есть. Сегодня воскресенье, можно не напрягаться по поводу работы и поучиться вместе со мной. Так вот, друзья, я заметил прямую корреляцию между способностью принимать новые решения в вашей жизни, ну и в моей жизни в том числе, и между уровнем энергетики, да? Ну, соответственно, чем больше энергии, чем больше вас прёт. Бывает часто вы просыпаетесь и прям вы чувствуете, у вас столько энергии, что вы готовы свернуть горы. Решения принимаются новые легко, да? Но когда энергии нет, я опять забыл включить камеру, тренируя в себе способность вовремя включать камеру. Так вот, ребят, когда у вас энергии нету, да, то, к сожалению, ну, скажем так, реальность принятия новых решений нереальна. То есть вы часто встаёте, тонуса нет, и когда нет тонуса, то хочется поддерживать то, в чём вы живёте. То есть когда нет тонуса, вы просто хотите поддерживать то, что вы живёте, там, где вы живёте, да, вот в том, в чём вы живёте. Делать то, что вы привыкли, делать какую-то однообразную деятельность, когда нет энергии. Только вам стоит перейти определённый рубеж энергетический, всё, вы начинаете подниматься по тону. Я сейчас объясню, как это происходит. Вы начинаете подниматься по уровню осознания. Вы поднимаетесь по уровню осознания и по тону настолько, что в какой-то момент вы видите. Так, что-то вот как-то то, в чём я живу, оно какое-то вот уже заезженное, да. И вот смотрите, есть же шкала тонов, я вам много рассказывал о ней. И у нас тут движутся определённым образом эмоции. Так вот, она вообще большая. Вот я даже сейчас открыл полную, да. Вот у меня в книге есть полная шкала тонов. Я вам вот показываю, да. В принципе, эту же шкалу можно откопать в интернете. И вот давайте я вам покажу, например, с нуля, да. Где у нас тут ноль? Вот, ноль, смерть тела, да. И вот давайте двигаться вверх по эмоциям. 0,01 – умирание, 0,03 – бесполезность, 0,05 – апатия, 0,07 – безнадёжность, 0,1 – жертва, 0,2 – самоуничижение, 0,3 – незаслуживающие, 0,375 – искупление, 0,5 – горе, 0,8 – задабривание, 0,9 – сочувствие, 0,94 – оцепенение, 0,96 – ужас, 0,98 – отчаяние, 1,0 – страх. 1,02 – беспокойство, 1,1 – скрытая враждебность, 1,15 – невыраженное возмущение, 1,2 – отсутствие сочувствия, 1,3 – возмущение, 1,4 – ненависть, 1,5 – гнев, 1,8 – боль, 1,9 – враждебность, 2,0 – антагонизм. Вот после 2,0 начинаются положительные эмоции. Вот всё это были негативные эмоции. Вот в этих эмоциях, ребят, какие новые решения? Новые решения там не принимаются. Там просто как бы выжить, как бы справиться с тем, что сейчас происходит. Так вот, даже выше 2,0 в положительном диапазоне, ещё вы в таких тонах не можете принимать новые решения. Монотонность, например, 2,4 – это монотонность. 2,4 – монотонность, и вы не можете принимать новые решения. 2,5 – скука. В скуке вы тоже не можете принимать новые решения. 2,6 – незаинтересованность. Ну, соответственно, в незаинтересованности вы не можете принимать новые решения. 2,8 – удовлетворённость. Ну, ребят, если вы всем удовлетворены, ну, какие новые решения? Да и так всё хорошо. То есть, в 2,8 вы тоже не можете принимать новые решения. 2,9 – умеренный интерес. Вот когда начинается умеренный интерес, здесь вы начинаете рассуждать по поводу того, блин, наверное, что-то вот меня начинает интересовать новое, да, и, возможно, я рассмотрю то, что я пойду туда, да. То есть, здесь вы начинаете рассматривать возможность решения. То есть, на уровне 2,9 вы только рассматриваете саму возможность новых решений. То есть, что-то поменять, да. То есть, вы уже поднимаетесь до состояния, где изменения возможны. Дальше идёт консерватизм. Консерватизм – это, ну, вы понимаете, да, то есть, изменения возможны только в том случае, если они крайне необходимы. Консерватор, он любит поддерживать ту ситуацию тоже, в которой он находится. Ну, это достаточно высокий тон уже. То есть, консерватизм – это человек в достаточно высоком состоянии, но он не очень любит менять то, что работает. То, что, ну, вот то оно как налажено, да, а зачем его трогать? То есть, вот консерватизм, он отличается именно этим. Зачем трогать то, что хорошо работает? И вот после консерватизма 3,3 – сильный интерес начинается. Сильный интерес, 3,5 – веселье, 4,0 – энтузиазм, 6,0 – эстетика, 8,0 – вдохновение, 20,0 – действие. То есть, беру и делаю 20,0. Это очень высокое эмоциональное состояние. Понимаете? Поэтому многие люди не могут брать и делать, потому что они находятся часто там, не знаю, в апатии, в горе, в страхе. Какой бери и делай в этих тонах? Там просто это невозможно. Там это вот, когда ты говоришь этому человеку, да, бери и делай. Это просто ему вообще ни о чем. Он такой, да, 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 и все. У него в нереальности, бери и делай. То есть, да, бери и делай, надо подняться. Итак, 22,0 – игры, 30,0 – постулаты и 40,0 – безмятежность бытия. Вот просветленные многие находятся в тоне чаще всего. 40,0 – безмятежность бытия. Итак, вот полная шкала тонов, да, полный диапазон эмоций. Я вам объяснил. То есть, для того, чтобы вам принять новые решения в вашей жизни, вам нужно очень хорошо подняться эмоционально, подняться по тону. И ещё здесь важно вот что понимать по поводу этой шкалы тонов, что параллельно того, как вы поднимаетесь по тону, также вы поднимаетесь по уровню осознания. То есть, вы начинаете всё лучше присутствовать здесь, сейчас, и всё более адекватно видеть, что происходит здесь, сейчас. То есть, человек в тоне удовлетворён, там, или консерватизма, он достаточно адекватный. Человек в тоне жертвы, он вообще неадекватный. Он вообще не понимает, что происходит вокруг, да, или то же самое искупление, горе, да, он вообще не может соотносить то, что происходит в реальности, и то, как он относится к этому, и какое у него поведение в отношении вот этой реальности. Он не соотносит. Поэтому, соответственно, у нас какая задача стоит с вами? Мы же хотим жить успешно, да, мы хотим принимать интересные новые решения с вами, да, мы хотим брать и делать, мы хотим оперировать хорошо со своей жизнью. Для этого первая задача, нам нужно подняться по тону, нам нужно всё сделать, возможно, для того, чтобы быть как можно высоко по тону. Вот теперь давайте разбираться, что на это влияет. Ну, здесь, опять же, два направления, да, первое направление – это расчищение, второе направление – это делание того, что нас поднимает по тону. Давайте начнём всё-таки с того, что делать, что делать для того, чтобы наращивать свой энергетический потенциал. Первая самая вещь – высыпаться, да, первая самая простая вещь – надо высыпаться. Вот я сегодня выспался, да, я прям чувствую, я встал и такой, ва, ух, сейчас я запишу что-то, да, у меня прям энергии много. То есть нужно ложиться желательно до 11, потому что с 11 до 2 часов запускаются вот самые важные процессы, да, регенерации. Желательно, ну, максимум до 12, чтобы вы уже спали, и высыпаться, то есть спать то количество времени, которое вам нужно для того, чтобы вы проснулись и почувствовали, что у вас переизбыток энергии, переизбыток энергии, понимаете? У каждого человека, в зависимости от того, в каком он состоянии находится, это разное количество времени. Кому-то достаточно спать 6 часов, кому-то 5 даже, и он просыпается, и он готов крушить горы, да, а кому-то надо 8 спать, а кому-то 9 надо спать часов. Понимаете, это надо проводить с этим эксперимент и смотреть, сколько вам нужно спать, для того, чтобы вы просыпались и чувствовали, что вы выспались. Это очень важная вещь, потому что во время вашего сна тело восстанавливается, оно регенерируется, да, вот эти все процессы там происходят, чтобы утром вы проснулись в хорошем состоянии. Если есть хорошее состояние с утра, все, это как база, это как начало, с этого можно двигаться, да. Потом, следующий момент, после сна, ну, и в том числе, которое будет влиять на то, насколько вы высыпаетесь быстро, это то, что вы кушаете, да, то есть питание. То, что вы кушаете, будет влиять, из этого тело строит само себя, воспроизводит, воссоздает само себя. Поэтому, если вы пищу едите более легко усваиваемую, да, то есть она легко переваривается, легко из нее тело может, ну, разобрать и построить то, что надо, да, тогда, соответственно, не тратится, во-первых, энергия на тяжелую пищу, да. Тяжелая пища, это у нас всякая гадость синтетическая, да, вот там, где есть всякие добавки Е, это у нас мясо, да, какие-то вот грубые, там, вот это вот волокна, да, что-то такое, то есть грубая пища, которая тяжело переваривается и, ну, находится в вашем пищеварительном тракте долго, да. Поэтому, когда вы меняете, вот даже два фактора, поменять питание и начать высыпаться, это уже будет серьезная поддержка вас в жизни, да, для того, чтобы вы поднялись по энергии. То есть изменение питания, осознанное питание и осознанность в отношении вашего сна. То есть вы вносите в это порядок, организуете свое пространство лучше, чтобы лучше высыпаться и лучше питаться. Потом двигаемся дальше. Активность, физическая активность. Тело – это машина, она предназначена для того, чтобы действовать. То есть нам для того, чтобы машину поддерживать в хорошем состоянии, нужно применять какие-то физические упражнения. Что это может быть? Это может быть какие-то упражнения с утра. Вы утром поднялись, выпили стакан воды, пошли заниматься чем-то. То есть сделали какие-то упражнения. Либо это может быть йога. Йога как бы тоже хорошо разгибает, растягивает, да, тело. Каналы все постепенно, ну там эти асаны построены таким образом, чтобы прочистить ваши каналы, да. По каналам движется что? То энергия. Чем лучше она движется по каналам, тем больше у вас энергетическое состояние, да. Поэтому те, кто занимается давно йогой, они знают, что это влияет на энергетику непосредственно, да. И либо, если не йога, то какие-то упражнения. Отжались там, поприседали, что-то поделали, какие-то там, или сделали вот 5 тибетцев с утра, да. То есть что-то нужно делать для того, чтобы дать движение в тело. И потом, может быть, вечером еще тоже сделать какие-то упражнения, да. То есть вот уже три фактора, которые могут серьезно повлиять на ваше энергетическое состояние. Сон, питание, физические упражнения. Это кому-то недоступно, это всем доступно. Это что-то сложное? Нет, ничего сложного здесь нет. Да как в какой бы жопе ты ни находился, в каком бы плохом состоянии ни находился, ты сейчас можешь меня услышать и принять за это ответственность. Хотя бы за это, да. Хотя бы вот эти простые вещи поменять в своей жизни, да. И из этих изменений начнутся другие. Поэтому, когда люди берут ответственность за эти более простые вещи, они через какое-то время могут увидеть эффект от этого, да. То есть энергия начинает расти, подниматься тонус энергетический. И в этом новом энергетическом состоянии они могут взять ответственность за какие-то новые вещи, да. Потом дальше сюда подсоединяем. Вот когда у меня всё начало меняться серьёзно в жизни, помните, я вам рассказывал, когда я начал заниматься рейки. Когда я начал заниматься рейки, рейки это что? Это энергетическая практика. Иногда я, вот когда ходил в рейки-клуб, и мы там несколько часов давали друг другу рейки, я выходил, когда из этого клуба у меня такой был переизбыток энергии, я не знал, куда себя деть. То есть у меня было так много энергии, у меня был такой потенциал, такая насыщенность энергетическая, что на фоне этой насыщенности, ну вот все мои косяки, как бы, да, все мои странные действия в жизни, вот моё странное поведение, оно начало обнажаться. В том числе начала обнажаться такая вещь, как наёмная работа. То есть я начал чувствовать, что у меня такой большой потенциал, что я не могу его реализовать вот в этой наёмной работе. То есть у меня так много энергии стало, да, что я готов взять ответственность за свою жизнь теперь, да, я готов уже сам брать и делать что-то, да, то есть организовывать и себя, и своё пространство, и даже потом других людей. Понимаете, это опять связано не просто с состоянием там думания, это связано с уровнем энергетики. И все люди вокруг вас тоже это чувствуют. Когда к вам приходит человек с вами работать, он будет чувствовать ваш энергетический потенциал. Если вы его зажигаете, да, если вы находитесь в таком состоянии, а вот, ну, как бы, вы находитесь в мощном состоянии, а он находится в более таком, скажем так, ну, в более каком-то неуверенном состоянии, в более подавленном, он же всегда это будет интуитивно чувствовать. Понимаете? Вы для него лидер тогда. То есть если у вас много энергии, и у вас глаза горят, вы для него лидер. Вы для него человек, который может ему дать поддержку, как бы, дать ему вдохновение, дать ему мотивацию, взять за него какую-то ответственность, да, и, ну, понятно, что я приглашаю не для того, чтобы устроить детский сад какой-то и тянуть его куда-то, нет. Но я могу ему дать некое развитие, некую поддержку, в том числе направиться на какие-то полезные, важные, разумные вещи. Почему? Да потому что у меня энергетическое состояние более мощное. Поэтому, вот посмотрите, как живут многие успешные люди. Смотрите тот же самый трансформатор, да. Вот буквально на днях вышел у Портнягина выпуск трансформатора, и там полностью выпуск был посвящен миллиардеру, Оскару Хартману. И Оскар говорит, да, блин, я спортом очень много занимаюсь, и, да, я трачу на это энергию, но после этого я нахожусь в два раза в более ресурсном состоянии. Я могу принимать легко решение, я могу общаться нормально с людьми. Понимаете? То есть я могу находиться в позиции причины. Почему? Потому что я вкладываю время, вкладываю свои усилия для того, чтобы поддерживать хорошую энергетическую, физическую форму. То есть это всего взаимосвязанные вещи. Вы что думаете, это как бы не связано, это связано прямо. Только ты начинаешь сдуваться по энергии, ты начинаешь опускаться по состоянию осознания, и ты начинаешь принимать ошибочные решения. То есть у тебя не хватает просто тона, энергии, состояния для того, чтобы присутствовать здесь сейчас и принимать разумные, адекватные реальности, решения. Твой разум начинает быть затуманен, он начинает быть искажен какими-то эмоциями, например, там, не знаю, так, сейчас посмотрю, ой, скрытой враждебностью, например, какая-то, да, у вас возникла скрытая враждебность или боль какая-то, да, или ещё что-то. То есть кто-то вас обидел, ай-яй-яй, ой-яй-яй, и вы упали до этой обиды, вы находитесь под влиянием вот этого состояния. В этом состоянии вы не можете принимать адекватные решения. А смотрите, что происходит. Происходит следующий момент, что фактически так всё устроено, да, так всё устроено, что если вы не понимаете то, о чём я вам говорю, то вы, ну, как бы, как-то сказать, вы будете всё время сливать свою энергию на всякую фигню. То есть вы будете, например, смотреть телевизор, видеть негативные новости, будете сливаться по энергии, да, или вы будете смотреть тот же самый YouTube, смотреть то, что не надо смотреть, то, что никак не помогает в вашей жизни, сливаться по энергии. Или вы будете общаться с негативным окружением, вы будете ругаться, да, тратить свои силы, чтобы доказывать людям, которым не надо ничего доказывать, свою энергию. И вы будете сливаться опять по энергии, да. И здесь мы переходим постепенно ко второй вот вещи, которую я вам говорил, да, в самом начале. То есть вторая вещь. То есть не просто нужно делать что-то для того, чтобы получать больше энергии. Нужно отпускать из своей жизни те вещи, то есть расчищать пространство от тех вещей, которые вашу энергию забирают, да. То есть это что? Это люди, которые негативные, деструктивные, да, которые только сливают вас по тону вниз. То есть пообщались с ними и почувствовали себя расстроенными, да. Есть такие люди в вашем окружении. Вы с ними сколько бы ни общались, каждый раз вы расстраиваетесь после того, как вы с ними общаетесь. Ну и здесь возникает вопрос, зачем вы продолжаете общаться снова и снова с теми людьми, которые вас постоянно там расстраивают, обесценивают и говорят какие-то гадости. Ну возьмите за это ответственность. Не надо вот поддерживать это. Сократите это до минимума. Очистите ваше пространство от источников подавления, от источников агрессии. Вот это тоже поможет вам. То есть если вы не тратите больше на эту энергию, вы приняли решение, распознали, что этот человек он негативный, деструктивный. Сколько я с ним не общаюсь, чаще всего я себя плохо потом чувствую. Ну кто за вас поймет, что... Ну человек вы... Понимаете, вы находитесь сейчас в таком состоянии, вы не можете с ним пока общаться. Вам самим не хватает энергии, вам самим плохо. Возможно, если вы подниметесь по тону, возможно, если вы будете более энергичны, более способны, в новую единицу времени вы придете поговорить с этим человеком, будет совершенно другой разговор. Прямо сейчас вы не способны ему что-то объяснять и договаривать. У вас просто нет вот этого состояния, когда вы можете на него повлиять. Вы не можете на него повлиять. У вас нет результатов, у вас нет состояния, у вас нет всего того, что может дать реальность этому человеку, что изменения возможны, что вы действительно из себя что-то представляете. Поэтому не надо ничего доказывать словами. Нужно просто тратить свою энергию на какие-то конструктивные вещи, созидать что-то в жизни, принимать новые решения, что-то доводить до результата. И когда вы в этом преуспеете, тогда те люди, которые вас обесценивают, они на вас будут смотреть как-то иначе. Но не ранее. Понимаете? Когда ваши дела, ваши результаты, ваш стиль жизни будут доказательством того, кто вы есть и в каком состоянии реальном вы пребываете. Тогда то состояние, те объекты, которыми вы будете обладать, все это возможно как-то повлияет на этого человека. Но не просто слова. Ваши просто слова, мало кому что могут объяснить. Дела. Дела, факты, доказательства. Вот это в первую очередь рассматривают люди. Понимаете? Поэтому избавляйтесь от этих людей. Опять же, дальше движемся. Есть какие-то дела, на которые вы привыкли тратить энергию, которые вам ничего в виде результата не приносят. То есть вы часто сливаете свое время, энергию на дела, которые вам не дают тот результат, который вы хотите получить. Соответственно, кто вместо вас обнаружит это? Что вы тратите свою энергию, свое время, свои силы, скажем так, на то, что вам в конечном итоге дает неудовлетворительный результат. Кроме вас это никто не сделает. Кроме вас не назовет вот этот результат своими именами. Когда вы это увидели, что, например, вы зарабатываете не столько, сколько вам хотелось бы. Вот почему я в свое время тоже ушел из найма. Это же то же самое было. Я просто, я люблю, да, я люблю то, что я делаю, я любил дизайн, но я просто понял, то, сколько я зарабатываю, мне недостаточно. Я еле-еле покрываю свои основные расходы. Я хочу иметь избытки. Я хочу иметь больше, чем я зарабатываю сейчас, очевидно. И я понимаю, что дело не в том, чем я занимаюсь, дело в том, как я этим занимаюсь. Дело в том, что я делаю конкретно, да. То есть, можно быть дизайнером и самому сидеть целый день и рисовать, а можно реорганизовать это, да. То есть, можно поменять, например, новых клиентов себе взять, которые больше платят, например, да. Либо можно начать делегировать, нанимать других дизайнеров, делегировать им, да. Создать дизайн-бюро какое-то, например, да. Тогда у тебя высвобождается время, тогда эти люди работают, они делают больше заказов в конечном итоге, и в результате мы имеем большую прибыль. Да. То есть, вот эти все вещи в определенный момент понимаются. Когда они понимаются, вы начинаете принимать новые решения и реорганизовывать ваше пространство жизни. Отпускать все, что неэффективно, все, что не дает вам нужный результат, не соответствует вашим ценностям, вашим целям, да. Все это отпускается и добавляется все то, что поддерживает ваш энергетический потенциал и все то, что ведет вас к тем результатам, к тому стилю жизни, к тому качеству жизни, который вы хотите. Это называется ответственность, да. Это называется быть причиной. Это называется быть разумным человеком. То есть, все, что работает и все, что дает мне то, что я хочу, я оставляю. Все, что не работает, все, что не дает мне то, что я хочу, мы постепенно отпускаем из своей жизни. Удаляем, реорганизовываем, да. Вот и все. Вот и весь секрет. Ничего сложного. Ничего сложного в конечном итоге. Кто это может сделать? Только вы сами. Понимание я вам дал. То есть, что делать, понятно вам, да? Все, вперед. какие-то вопросы? То есть, основной материал я вам рассказал. Полезная информация? Отлично. Расскажи мне, как ты прямо сегодня начнешь внедрять эту информацию в свою жизнь? Как ты от мозгоблудия перейдешь к реальным решениям и действиям? Давай с тобой договоримся. Ты будешь следить за тем, когда ты ложишься и когда ты встаешь. Давай ты будешь следить за своим питанием. Давай ты будешь более живое питание, да, практиковать. Поменьше тяжелой пищи кушать. Давай ты будешь потихонечку очищать свое пространство, да, от всего, что тебя, ну, очевидно, не удовлетворяет. Давай ты начнешь заниматься физическими упражнениями. Нужно, да, нужно, нужно заниматься. Давай ты прям, вот, сегодня начнешь заниматься уже. Давай, давай не будем откладывать в долгий ящик это. Или давай завтра с утра ты принимаешь решение, берешь и делаешь хоть что-то. Сделай там, не знаю, 10 отжиманий, 10 приседаний для начала. Прими решение. Начни что-то делать. Потому что за тебя это никто не сделает. Это нужно принять решение, принять ответственность за это. Через какое-то время ты начнешь видеть подтверждение моих слов. Не надо мне верить, нужно начать это делать через какое-то время. Ты это увидишь. Увидишь, как уже реальные какие-то показатели, метрики в твоей жизни. Что, давайте какие-то еще вопросы. Какие-то сомнения ваши, вопросы. Как вы сами еще себе объясняете, почему у вас не получится. Как вы сами откладываете все время это, то, что назрело. Пожалуйста. Все же просто. Понимаете, все просто. Но взять за это ответственность в своем вот низком эмоциональном состоянии тяжело. Но нужно это сделать. Какое бы ни было тяжелое состояние, из него есть выход. Этот выход заключен в шагах. Шаги начнутся делать, делаться только после решения. Решение приходит через понимание. Я вам объясняю, вы понимаете, через это происходит какое-то решение. Вы начинаете действовать, вы начинаете внедрять все, что я вам говорю. Если человек негативный, заодно родной человек. Как быть? Не важно, родной он или не родной. Нужно с этим справляться. Если ты находишься в присутствии человека, который тебя все время тянет вниз, нужно делать расстояние какое-то. Понимаешь? Во всяком случае, первое время поменьше общаться. Иначе ничего не получится. Иначе ты каждый раз будешь подниматься по тону, приходить домой и спускаться. Понимаешь, здесь работает такой, как это объяснить, эффект резонанса. То есть если одна система пребывает в очень плохом состоянии, другая в более хорошем, то между ними возникает взаимоснабжающийся сосуд. То есть если оно молчит, как бы, это существо, да, ладно, но оно же будет все время разговаривать. Да даже если оно молчит, если оно пребывает на низких вибрациях, ты, находясь в пространстве, будешь тоже подтягиваться вниз. Поэтому я считаю, что когда человек, когда человек взрослый уже, когда он совершеннолетний, ему нужно отделяться от своих родителей, но не полностью, а просто уходить в свое пространство. Снимать квартиру, например, да, там, как можно раньше отделиться, снять свою квартиру, начать быть предоставленным самому себе, не находиться под влиянием, выйти из-под влияния тех людей, которые тебя опекали очень долго. Потому что то влияние, под которым ты находишься, это очень большое воздействие на тебя. Если ты находишься под влиянием каких-то людей, то тебе первое, что нужно сделать для успеха и для свободы, выйти из-под влияния этих людей. Тебе важно находиться под влиянием высокоосознанных, позитивных, действующих, успешных людей. Понимаешь? То есть тебе нужно находиться под влиянием тех людей, у которых есть хорошие метрики, хорошие результаты в жизни, которые принимают адекватные, разумные решения и которые воплощают эти решения в что-то полезное в жизни. Вот так можно всегда определить человека, способного, успешного, который находится в высоком, эмоциональном, хорошем состоянии и который берет и делает. Это всегда доказывает его жизнь, его результаты в жизни, его метрики, его состояние. если у человека плохое состояние, вот надо смотреть, как он живет, каковы его статистики, метрики, как он живет. Если он плохо живет, чтобы он не говорил, это все не имеет никакого значения. Надо смотреть на результаты, на факты, на то, в чем живет фактически человек, как он фактически действует. Потому что часто рассказывать о себе сказки все мастера, какие они мудрые, какие они замечательные, но смотреть нужно на реальный результат. Если у какого-то человека нет результата в жизни, он находится в плохом состоянии, это не значит, что тебе надо его обесценивать, это не значит, что тебе надо нападать на него, это не значит, что он плохой, а ты хороший. Дело не в этом. Дело в том, что тебе нужно понять, в каком состоянии он находится, и тебе нужно просто отсоединиться от этого. Потому что если ты не отсоединишься, ты будешь сам того, хотя, не хотя находиться под этим влиянием поэтому нужно с теми людьми которые тебя оскорбляют обесценивать не верят в тебя постоянно не ну как бы делают все для того чтобы ты не имел успеха в жизни с ними нужно хотя бы на какое-то время делать расстояние когда ты уже успешный когда ты сам уже устойчивый когда тебя тяжело выбить из этого состояния тогда можешь обратно воссоединяться и как бы делать все это вот даже даже опять же возвращаясь к тому же диме портнягину да и трансформатор выпуск выпуском трансформатора он там часто тоже об этом говорит что в начале бизнеса когда он создавал свой бизнес он вынужден был порвать на год отношения со своей мамой он вынужден был со своей девушкой разойтись потому что девушка не понимала то что он делает и как бы там все время на этой почве были какие-то какие-то ну как-то сказать ругань какая-то да то есть не понимают часто люди что ты вовлечен полностью в какой-то процесс тебе нужно тотально полностью посвятить первое время себя тому чтобы создать что-то то есть первое время ты все свое время практически уделяешь бизнесу там своему проекту на близких практически не остается времени понимаете и потом когда у тебя уже начинается нормальное состояние деятельности нормальные результаты уже начинают расти метрики тогда ты можешь постепенно высвобождать свое время на них но первое время у тебя нет для них времени ты слишком много вкладываешься в свое детище до свой проект это нормально для бизнеса у меня тоже так было когда я строил свой бизнес я по восемь по девять часов часто работал в бизнесе целыми днями я этим занимался и так не один год шло потом когда уже все работает то есть когда система запущена бизнес идет все тебе уже не надо все время быть вовлеченным ты уже начинаешь постепенно поддерживать систему и улучшать ее это уже отнимает намного меньше времени понимаете поэтому ваше окружение очень важно когда вы что-то хотите добиться в жизни сделать окружение очень важно если окружение не верит то что у вас получится они будут вас сливать по тону у вас не будет получаться вы начнете сомневаться сами в себе в своих возможностях своей вере себя и в своих действиях вы начнете сомневаться потому что эти люди они вы их любите понимаете вы их любите они для вас важны и то что они говорят для вас важно Если они начинают не понимать вас и говорить вам какие-то гадости, негатив, то это оказывает на вас сильное влияние, потому что вы их любите. Поэтому на какое-то время надо просто меньше общаться. Я не говорю, что вообще не надо общаться. Меньше общайтесь. Общайтесь на выходные. На выходные вы с ними пообщались какое-то время. В субботу, например. В воскресенье отошли немножко, позанимались опять упражнениями, рейки, йогой прокачались, опять поднялись и опять в бой. Понимаете? То есть организуйте своё пространство таким образом, чтобы как можно меньше было негатива. Как можно больше вы были собраны на конструктиве, на позитиве, на том, что вам даёт энергию, на том, что вам даёт успех, даёт какие-то прорывы, даёт новые решения, даёт новые понимания какие-то, да. Где вы учитесь, где вы можете брать и делать, внедрять что-то в свою жизнь и смотреть, как это работает. Нужно посвятить определённую часть своей жизни вот этому. И всё, что вас тянет вниз, нужно сказать это на время, а во всяком случае нет этому. Тогда у вас всё получится. Если вы вот поняли то, что я вам сегодня сказал, у вас всё получится неизбежно. То есть если вы всё время концентрируете своё внимание и энергию на конструктиве, на новых решениях, на улучшении своей жизни, на том, чтобы себя вынуть из нижней эмоциональной шкалы, нижнего диапазона и перевести себя в верхний диапазон и поддерживать себя в бодром, энергичном, позитивном состоянии. Если вы это понимаете, важность этого сейчас вот дойдёт до вас, тогда у вас всё получится. Потому что стоит вам подняться по тону, стоит вам наполниться энергией позитивом, как вы начинаете видеть, что всё реально, всё возможно. Стоит вам упасть по тону под влиянием какого-то негатива или под влиянием своего негативного мышления, или под влиянием своей привычной жизни, которую вы не хотите растормошить и изменить. Всё, когда вы падаете по тону, вы не можете верить в свои силы, у вас нет сил просто. Понимаете, у вас просто нет энергии и сил для того, чтобы принимать решения, принимать ответственность, брать и делать, и протаскивать себя и всё вокруг себя по состояниям вверх. На этом всё. В принципе, всё, что я хотел вам сказать, я сказал. Берите это, применяйте в своей жизни. Если остались какие-то вопросы, пишите в личку. Я доступен в Телеграме, я доступен ВКонтакте. Если что-то не получается по ходу, пишите, разберёмся. Если понравилось, ставьте лайки и сердечки. Делитесь этой трансляцией. На этом всё. Спасибо, что были. Пока-пока.